Всем привет, дорогие друзья! Уже прошло несколько дней с момента окончания матча Краснодара-Локомотив, но я решил все равно записать это видео. На самом деле я, как обычно, записывал отрезок прямо на стриме, и если вы хотите оперативно какие-то мнения мои получать и просто обсудить игру, которую Локомотив провел, то самый простой способ это приходить на стримы на VK Play Live, и там я на все-все отвечаю, и там я даю прям вот в день игры непосредственно свою самую-самую быструю оценку. Проблема в том, что оказалось, когда я пересматривал видео, что оценку, которую я дал на стриме, она была очень эмоциональная, она была очень яркая, но по прошествии какого-то времени, по прошествии того, как я пересмотрел игру, оказалось то, что эта оценка не совсем соответствует тому, что я на самом деле думаю об этом матче уже, когда эмоции схлынули. Ну, матч получился действительно таким, который эмоции вызывал, и гол на 97-й минуте этому способствует. Хотя эмоции, которые у меня были непосредственно после окончания игры, они не были суперсильно радостны. Да, было, конечно, здорово, что мы отыгрались, набрали еще одно очко в нашу копилку, но какой-то вот там вот радости, как в 2014, кажется, году, когда в том же Краснодаре Самедов забивал победный гол на 90-й какой-то там минуте, вот этого, ну, не было, откровенно говоря. Было ощущение действительно некой вымученности этой ничьей, и, ну, в общем, Масаковский довольно правильно все это сказал, хотя от Зюба на него и ругался. Надеюсь, на меня от Зюба ругаться не будет. Вот. Но потом я пересмотрел игру, я пересмотрел игру вместе с нашими бустерами, тоже подписывайтесь, там тоже всякое интересное выходит, и ощущение безнадеги, которое у меня было, в том числе во время матча с Краснодаром, оно, знаете, достаточно сильно ушло. Этот матч по событиям был похож на игру с крыльями Советов, но это тот случай, когда желание сравнить и приравнять две игры, потому что в них происходило примерно одно и то же, оно ошибочно и обманчиво. Да, и там, и там был не забитый пенальти, да, и там, и там спаслись на буквально последних минутах, но на самом деле два матча очень сильно отличались и по характеру своему, и по тому, что на самом деле происходило на поле. Давайте объясню, и давайте именно на этих отличиях сосредоточимся. Начнем, собственно, вообще с того, что одно дело, когда ты играешь дома с крыльями Советов, еще и после кубка, в котором у тебя было на день больше, и в этом кубке ты использовал фактически второй состав, а крылья Советов были вынуждены играть полуторным. Да, они тоже кого-то оставили в запасе, но тем не менее, там, половина примерно этого состава играла против Зенита. Не очень хорошо, не очень удачно, но они потратили большое количество сил, у них было на сутки меньше для восстановления, и, казалось бы, для Локомотива это огромный плюс. Матч с Краснодаром, это, во-первых, игра с более сильным соперником, Краснодар сейчас идет на первом месте, до матча с нами они вообще не теряли очков, только в кубке два раза проиграли, но это кубковые дела, там Краснодар играет без своих сильнейших футболистов, Кордова выпускают буквально там на 10-15 последних минут. В чемпионате же у них было 4 матча, 4 победы и вообще ощущение такого катка. И до игры ко мне постоянно кто-то на стримах или в комментариях в Телеграме стучались и спрашивали, Артем, а как нам вообще играть против Краснодара? Нам же Кордоба накидает 3-4 штуки, ты посмотри на нашу оборону. И вот эти вот ощущения, вот эти вот мысли пораженческие, они были, ну, у очень большого количества болельщиков, это и по коэффициентам букмекерским было видно, что Краснодар явный фаворит. В общем, ну, одно дело играть дома с крыльями советов, другое дело ехать на выезд в Краснодар, тем более сейчас еще в Краснодар на поезде 19 часов нужно добираться, тоже не самая приятная поездка. Так что уже в этом, учитывая, что матчи прошли примерно по одинаковому сценарию, то, что Локомотив этот самый одинаковый сценарий повторил с более сильным соперником в более сложных условиях, это уже на самом деле шаг вперед. Но дело, естественно, не только в этом. Если бы дело было только в этом, я бы не стал вообще всю эту телегу прогонять. Локомотив должен переигрывать Краснодар, раз уж мы боремся за чемпионство, значит, мы вправе ожидать, что Локомотив с любым соперником дома или на выезде будет играть на победу. Какая штука произошла с крыльями Советов? С крыльями Советов Локомотив, как я говорил в обзоре на прошлый матч, более-менее нормально играл до 60-й минуты. И это более-менее нормально заключалось в том, что мы не позволяли крыльям Советов создавать моменты у своих ворот, прям вот каких-то явных голевых моментов, а сами периодически выходили в атаку, то, чего, например, у нас не было в кубковой игре с Рубином, когда мы, ну, долгое время просто не могли выйти на чужую половину поля, Рубин все перекрывал. И до этого тоже в предыдущих матчах такая же проблема у нас была. В матче с крыльями Советов мы более-менее научились на эту половину поля, на чужую выходить, но моментально это все пересекалось, мы не могли создать конкретной какой-то опасности, и тут же эти самые мячи теряли. Поэтому в итоге, ну, все, что мы создали с крыльями Советов, это удар фасона после углового, и гол Мородишвили после дальнего удара внутрь штрафной, мы так и не зашли, и какой-то вот там, не знаю, быстрой атаки 3 в 3 с заходом в штрафную, и хотя бы с потенциально опасным моментом мы тоже не создали. Мы выходили 3 в 3, и тут же мячи теряли. В матче с Краснодаром это уже не сработало, потому что первые 20 минут Локомотив захватил преимущество над Краснодаром, и это было больше похоже на самом деле на матч с ЦСКА. С ЦСКА были более конкретные опасные моменты у ворота Кенфеева, но с Краснодаром они тоже были. Мы с Краснодаром в первые там 6 минут 3 угловых подали, с Краснодаром мы находили моменты для быстрых атак, и регулярно выходили в атаке 3 в 3, даже 1 в 1, и это все было на протяжении всего матча, даже в самые неудачные отрезки для Локомотива, все равно можно найти моменты, где Локомотив выходит на чужую половину поля, и дальше, если бы лучше распорядиться мячом, лучше отдать передачу, попробовать обыграть соперника, или удалось бы обыграть соперника, это был бы уже суперопасный голевой момент. К сожалению, до такого пока наша атака не доходит, но я категорически не согласен с теми людьми, которые говорят, что Локомотив не понимает, как им играть, и вообще не понимает, как атаковать. Если пересмотреть матч с Краснодаром, вы увидите даже не 5, а скорее ближе к 10 быстрым атакам Локомотива, которые проходили благодаря какому-то хорошему пасу между линиями, или дальнему забросу на Глушенкова. В общем, были выходы в атаку, которые могли бы завершаться голом, я вам не могу дать видеофрагменты, но я могу вам дать скрины, на которых вы увидите, что команда Локомотив регулярно оказывалась в достаточно опасных ситуациях у чужих ворот. И здесь уже вопрос к реализации, больше вопрос к мастерству футболистов, которые, к сожалению, пока как-то находятся на более низком уровне, чем то же самое было у нас весной. И, на мой взгляд, именно это сейчас и определяет разницу в результатах Локомотива между теми, которые были весной, и теми, которые у нас есть сейчас. Ну вот самый яркий игрок, который изменился, это, наверное, Сергей Пеняев, потому что весной он бежал, весной он убегал ото всех, весной он постоянно находил какие-то суперопасные моменты у чужих ворот. Сейчас Сергей Пеняев проигрывает борьбу абсолютно всем, и самые яркие эпизоды – это как Сергей Пеняев не может убежать от Кайо, имея достаточно большое пространство и даже небольшую фору от Кайо, чтобы сделать этот рывок и убежать. Если помните, весной этот главный хайлайт, когда Сергей Пеняев просто унесся от Кайо, вошел в штрафную и переиграл вратаря, но сделал передачу, а не стал бить поворотом. Сейчас вот он не может убежать от своих соперников, даже если это не самые сильные спринтеры нашей лиги, и это очень грустно. Но вместе с тем это очень похоже, и это очередной знак того, что локомотив находится в не самой лучшей физической форме, и наши футболисты, которым очень нужна свежесть для того, чтобы много бегать, для того, чтобы убегать от соперников, для того, чтобы с холодной головой подходить к решению моментов 3 в 3, вот этой физической формы у нас сейчас явно не хватает. Но при этом, надо сказать, что серьезные проблемы в обороне, на которые мы очень много ругались, на которые сейчас по инерции, по привычке продолжают ругаться все эксперты, они понемножку, потихонечку уходят. Начинаем с матча с Рубином, где второй состав Рубина не смог нам ничего противопоставить. Продолжаем матчем с Крыльев Советов, где 60 минут мы абсолютно добротно защищались, и все, что было у Крыльев Советов, это дальние удары. И теперь матч с Краснодаром, в котором, да, был пенальти, был очень дурацкий момент, где наши не разобрались, кто должен встречать Спертиана. Спертиан сделал изумительную передачу внутрь штрафной, но даже эта передача должна была либо оказаться в ногах Самошникова, который проспал рывок Волкова, либо в руках Лантратова, которому нужно было сделать 2-3 шага вперед. К сожалению, Лантратов не прочувствовал эту передачу. Ну, что поделать, да, уж точно не Лантратова на старте первенства ругать. Ну, не прочувствовал, вышел буквально на секунду позже, влетел Волкова, пенальти не забит, окей. Дальше у нас момент с голым, который тоже случился из-за недисциплинированности наших опорников, которые дали Кривцову сделать передачу и дали Батчи в итоге пробить поворотом. Тоже момент, который неприятный, который нужно исключать, который пришел из не самой лучшей игры, в обороне от Ильи Самошникова, но в данном случае еще и от того, что Сергей Пеняев не очень сильно горел желанием вернуться в оборону и Самошникову помочь, поэтому Самошников оказался в ситуации один против двух. Ему нужно было и Батчи каким-то образом накрывать, и за Волковым следить. На мой взгляд, ему стоило пойти в Батчи, потому что даже если бы прошла передача на Волкова, ну, там с фланга защищаться проще, чем когда Батчи входит в штрафную, и у него есть варианты либо передачу на того же Волкова отдать, либо пробить поворотом, либо куда-то на дальнюю штангу на весик сделать. Ну, короче, Батчи был в этой ситуации более опасным соперником, чем Волков, поэтому Самошникову в любом случае стоило поплотнее сыграть именно с Батчи, а там уже что будет, то будет. Ну, в итоге Самошников пятился назад, в итоге от ноги Самошникова мяч отрикошетил, пролетел между ног фасону, Лантратов спас этот мяч, и в итоге Ильзат Ахметов оказался первым. То есть несколько случайностей, несколько рикошетов привели к тому, что мяч оказался в сетке наших ворот. Это неприятно, это плохо, но думать о том, что Краснодар дома вообще ничего не создаст у наших ворот, это, ну, немножечко наивно. Краснодар — это команда, которая обладает хорошим набором футболистов и которая умеет атаковать и умеет находить моменты у чужих ворот. Окей, пропустили, ничего страшного. Опять же, если посмотреть на весь матч, то потом мы увидим, что, ну, какие были опасные моменты. Ну, там на кордбу навешивали, и он в сопротивлении с футболистами Локомотива, с защитниками, бил там в оттяжке. Ну, был удар Спертиана по перекладине, но это штрафной удар, это стандарты. К сожалению, со стандартов могут приходить опасные моменты в матче любой команды. Здесь, ну, штрафной удар, Спертиан умеет хорошо бить, но на самом деле мяч от перекладины отлетел высоко вверх. Нельзя сказать, что этот момент был прям очень близок к голу. Да, там еще вот примерно радиус мяча вниз нужно и даже чуть больше, чтобы полетело. А это для штрафных ударов на самом деле довольно критичное расстояние. При этом, надо сказать, что отрезки, в которых играл Локомотив более-менее добротно, по сравнению с матчами Крылья Советов, стали больше. И мы можем говорить о том, что где-то с первой по 30-ю минуту играл Локомотив хорошо, дальше с 30-й минуты уже появились зоны на нашей половине поля, которыми Краснодар мог воспользоваться, но не пользовался. Дальше был отрезок 20 минут в начале второго тайма, в котором Локомотив действительно прям очень плохо смотрелся. И это было похоже на 30 минут в концовке матча с Крыльями Советов. Но, начиная с 65-й минуты, когда уже Краснодар ввел 1-0, но Краснодар повел на 47-й и после этого еще 20 минут доминировал над нами, начиная с 65-й минуты Локомотив вернул себе мяч, и вдруг начал снова ходить на чужую половину поля, причем уже даже в позиционных атаках. Вполне вероятно, здесь обоюдная ситуация, что и Краснодар начал отходить назад, и замены Краснодар провел, которые не поспособствовали их качественной игре. Но и Локомотив тоже свои замены провел, и эти замены начали сказываться на том, что мы перестали терять мячи в легких ситуациях, мы стали более спокойно их разыгрывать, и поняли, что при счете 0-1 счастье наше находится на чужой половине поля, и стоит именно туда идти. И, конечно, очень важную роль в том, что с 65-й минуты Локомотив снова начал ходить вперед, сыграл Евгений Морозов, центральный защитник, который вышел вместо получившего травму Егора Погосного, и, во-первых, Евгений Морозов обезвредил Джона Кордобу, того самого страшного Джона Кордобу, который должен был нам забить минимум 3 мяча, а, во-вторых, Евгений Морозов поспособствовал тому, что у Локомотива заходил мяч. Если Егор Погоснов за свои 67 минут сделал 8 точных передач согласно статистическому сервису Хускорт, то у Морозова таких точных передач набралось 17, при том, что провел он в 2 раза меньше времени, даже больше, чем в 2 раза меньше времени. Евгению Морозову начали доверять этот мяч для розыгрыша, у Фасона появилась дополнительная опция, куда он может отдать, у Баринова появилась дополнительная опция, куда он может отдать, и Морозов делал передачи не ближним, не Нинахову, не Фасону, хотя и такие тоже были, у Фасона начали проходить передачи вперед, и одна из самых опасных атак позиционных Локомотива за весь матч, в которой Локомотив смог войти в штрафную, в которой Глушенков делал опасную передачу уже из пределов штрафной, она началась именно с того, что Морозов нашел на фланге качественной передачи в ноги уже в финальной третьей, по-моему, Дмитрия Рыбчинского, но здесь могу ошибаться, и вот этих передач их было ни одна, ни два, ни три, в общем, Морозов постоянно пытался, во-первых, сыграть на опережение, у него это получалось, во-вторых, делать вот эти вот передачи уже под самую линию штрафной, из-за чего мы фактически проходили опасную зону, в которой мы очень много теряли мячи, и получали, соответственно, контратаки в исполнении Краснодара. У меня есть много вопросов к Михаилу Галактионову о том, почему же он пытается наигрывать именно Егора Погосного, когда у тебя есть Женя Морозов, на мой взгляд, примерно всеми теми же сильными качествами, что Егор Погоснов обладающий, но при этом у него есть опыт уже достаточно большой игры в российской премьер-лиге, и при этом у него есть качества, которых у Погосного нет, и я, честно говоря, не уверен, что даже с опытом эти качества появятся. Умение ходить вперед, умение не бояться этого, умение делать рисковые передачи, все это у Морозова есть, и этим он славился и в молодежке Локомотива, и этого нет у Погосного. Да, Погоснов более массивный, он более высокорослый, но матч за матчем я убеждаю, что это высокорослость, и эта массивность, она никак ему не помогает, и даже в этом матче было несколько ситуаций, не то чтобы Кордоба отталкивал Погосного, с этим я готов смириться, потому что Кордоба готов оттолкнуть вообще кого угодно в нашем чемпионате, но когда то же самое делает Кривцов, это вызывает у меня вопросы. Кривцов довольно субтильный парень, и проигрывать ему борьбу корпус в корпус Погоснов просто не имеет права, а в нашем матче это было. К сожалению, Погоснов получил травму, травмы я никому не желаю, но если это мышечный характер травмы, то Погоснов наверняка выпадет до перерыва на сборной, и ну, видимо, видимо, я надеюсь на это, что у нас в матче с Сочи появится возможность все-таки посмотреть на пару центральных защитников фасон Морозов уже не только против Рубина, как они выходили, но и против уже более сильной команды в российской премьер-лиге это Сочи. Фасон тоже хороший матч провел, он стал лидером по количеству передач вперед, и в целом по количеству передач, которые сделал в нашей команде, он берет на себя бремя розыгрыша мяча, и это то, что я жду от Фасона, у него хорошая передача с левой ноги, он тоже пытается отдавать передачи сразу в атаку, начинать эти самые атаки, не всегда получается, но за некоторые попытки, за некоторые старания точно можно ему поаплодировать, ну и в борьбе, это уже не тот фасон, который проиграл Фомие и улетел в буфет, тоже против Кордобы, у него 6 выигранных единоборств, против одного проигранного, отличные показатели, Кордобы нам из этой игры удалось выключить. В целом, как я уже сказал, претензий к обороне у меня становится минимум, ну да, позволили сделать пару моментов Краснодару на своем поле, что в этом страшного, я думаю, что любая команда, будь то Зенит, будь то Урал, будь то Парея НН, кто у нас там сейчас по минимуму пропускает, позволит у своих ворот создать Краснодару какое-то количество опасных моментов, ничего с этим не поделаешь, команда сильная. Проблемы у локомотива есть определенные в атаке, я про них уже сказал, локомотив регулярно выбегает 3 в 3, локомотив регулярно находит мяч на чужой половине поля, и вроде бы есть пространство, вроде бы есть вход в штрафную, но удары, которые наносит локомотив, никакой опасности вообще не представляют, стандарты, которые подает локомотив опасности никакой не представляют уже несколько матчей подряд, и в итоге, как забивать непонятно, но ждем возвращения Артема Дзюбы, Галактионов не очень приятную вещь для меня сказал на пресс-конференции о том, что команда молодая, хотя это уже не так, и средний возраст локомотива он уже не 22 года, как было при немцах, а ближе к 25, и что у нас выпал наш ключевой игрок Дзюба, поэтому так тяжело, но то, что Дзюба выпал, не должно было быть сюрпризом для Галактионова, и более того, я уверен, что это не последний раз, когда Дзюба выпал, и здесь либо спортивный блок должен был подсуетиться и найти замену Дзюбе, либо тренер должен был понимать, что какой-то отрезок чемпионата, и даже не один, ему придется без Дзюбы играть, например, в Кубке России мы даже при здоровом Дзюбе начинали с Глушенковым, с Осидором, с Сарвелли, это то, что должно было произойти в этом сезоне, оно произошло, и вдруг оказалось, что мы к этому не готовы, мне такое не нравится, я считаю, что тренер должен был предусмотреть, что придется играть без Дзюбы и придумать какую-то такую модель, в которой было бы удобно играть Глушенкову, сейчас, к сожалению, Локомотив постоянно выходит на матчи Российской Премьер Лиги, выставляя игроков туда, где им не очень комфортно играть, Глушенкову или Сидору не очень комфортно играть единственным центральным нападающим, но при этом, если бы они играли в паре нападающих, это было бы для них гораздо проще, Самошников, который выходит играть левого защитника в двойке центральных, не в тройке, как он играл в Рубине в последнее время, а именно в двойке центральных, да еще и под самую активную пару фланговых игроков, которые есть в нашем чемпионате, ну может быть только у Спартака еще активнее, но я надеюсь, что мы на Спартак не поставим Самошникова под Промеса и какого-нибудь там Рябчука или Хлусевича, это будет еще одно самоубийство, он их ставит под Батчей и Волкова и регулярно мы оказываемся в ситуации, когда и Батчей набегает на Самошникова и Волков набегает уже куда-то внутрь штрафной, это все ни к чему хорошему не приведет, ну и на флангах мы прекрасно уже миллион раз проговорили, что у нас нету правого полузащитника нормального, хорошего, адекватного сыграл Рыбчинский, но мы все понимаем уровень Рыбчинского и то, что он не будет в одиночку нам затаскивать игры, когда у всей команды не идет и на левом фланге мы пробуем то одного игрока, то другого, да, там вроде Сергей Пеняев что-то делает, но вот я сказал, что сейчас форма Сергея Пеняева она очень плоха, да, позиция левого полузащитника ему знакома, но при этом я уверен, что гораздо полезнее Пеняев играл бы, если бы он не был привязан к левому флангу, а играл бы где-нибудь ближе к центру, да, например, в схемах 4-2-2-2 или в схемах 4-3-2-1 в общем, ну, не нужны нам эти фланги, у нас нету фланговых футболистов, но мы вынуждены в 4-2-3-1 находить каких-то двух футболистов, которые сыграют по краям атаки и каждый раз уже на протяжении долгого времени эти футболисты оказываются чуть ли не слабейшими в нашем составе. Еще одна проблема, которая была прям ярка в этом матче и особенно на контрасте с командой Краснодар, это то, что футболисты Локомотива очень неохотно поддерживали атаку. Если мы посмотрим на Краснодар, то мы увидим, да, что как только Батчи принимает мяч, у него уже из-за спины несется Волков, готов получать передачу, готов отвлекать на себя Самошникова и в атаке все время 6 человек, 7 человек, 8 человек в нашей штрафной могло оказаться в какой-то момент. Если мы посмотрим на атаки Локомотива, то, ну, самое большее количество человек, которые до атак добегало по началу, в концовке, да, там уже все пошли вперед и отчасти это привело к тому, что мы смогли забить гол. Если мы посмотрим начало матча, то мы увидим, что в атаке бежит 4 человека, 5 человек, если Дмитрий Баринов подключится. Крайние защитники Самошников, которого мы брали во многом из-за того, что он много бегает, что он не устает и готов подключаться к атакам, вы не увидите ни одного подключения Самошникова к атакам в этом матче. Было одно, но Пеняев его проигнорировал, пошел в центр, пробил поворотом, удар заблокировали. Все на этом. И как так атаковать, я, честно говоря, не очень понимаю, когда у вас 4 человека, атакуют 8 человек. Вы не сможете так забивать. Краснодар очень дисциплинированно возвращался на свою половину поля, оборонялся числом, а мы числом не атаковали. А если у вас 4 человека атакуют, то каждый раз они встречаются против 2-3 игроков соперника, которые смещаются, подстраховывают. Это та проблема, над которой локомотиву сейчас нужно очень активно работать, потому что если с обороной все более-менее стало нормально, мы там защищаемся и числом, и умением, то выбегать в атаку четырьмя человеками это просто само по себе неправильно. Я на эту проблему обращал внимание еще в межсезонье, когда нам показывали фрагменты, и я удивлялся. Так, вот мы бежим в атаку, но почему в этой атаке только четыре человека? Где крайние защитники, где центральные полузащитники, почему Баринов не помогает в этой атаке, почему Карпукас не помогает в этой атаке? У Краснодара до атаки вплоть до центральных защитников доходило. Мы видели и Алонса, который бежал до чужой штрафной, мы видели и Каю, который помогал на фланге атаки в одном из эпизодов. У нас же ситуация, когда центральный защитник бежит вперед, случилось только с выходом Евгения Морозова. Ну, один раз еще Фасон в концовке первого тайма подключился, но именно систематично это именно Лукас Фасон подключался вперед и, о чудо, именно с подключением Лукаса Фасона в чужую штрафную с добавлением еще одного достаточно неожиданного футболиста в чужой штрафной и случился эпизод, при котором Саможников выкидывает аут. Алонс в борьбе с Морозовым ошибается и выбрас и головой скидывает этот мяч Антону Миранчуку и Антон Миранчук свободен. Если бы Морозов туда не подключился, если бы мы снова начали атаковать пятью человеками, у Краснодара бы нашлись футболисты, которые бы вышли к Антону и заблокировали этот удар. Ну, или просто Алонс без борьбы бы выбил этот мяч на своего. Подключение дополнительных игроков в атаку, это обязательно. Нельзя играть в современный футбол, когда у тебя шесть человек обороняются, а четыре человека атакуют. В этом футболе вы всегда будете проигрывать, потому что на ваших шестерых человек будут нестись восемь игроков соперника, а ваши четыре игрока, которые играют в атаке, они будут постоянно биться в стену из семи-восьми игроков обороны, дисциплинированно отошедших назад. В общем, я надеюсь, что именно над этой ситуацией мы будем работать всю эту неделю. И уже с Сочи я увижу изменения, которые позволят нам одержать победу. Очень много пораженческих настроений сейчас в болельщинской среде. Очень много людей, которые смотрят на турнирную таблицу. Локомотив там находится на одиннадцатом месте, шесть очков после пяти туров. Я понимаю их, и это, безусловно, внушает опасения, что повторится ситуация прошлого года. Но надо понимать, что Локомотив не только эти пять матчей в российской премьер-лиге провел, а были еще два матча в кубке, пускай это другое соревнование, но в этом кубке мы, например, играли с Уралом, который выставил основной состав против нас. Урал сейчас находится на вершине турнирной таблицы, делит первое место с Краснодаром, и мы этот Урал обыграли. И мы обыграли Рубин, мы обыграли Файкел, то есть с командами более низкого уровня, более низкого уровня комплектования футболистов у Локомотива справляться получается даже в нынешней не очень сильной физической форме Локомотива. Другое дело, что мы встречаемся с крыльями Советов, очень сильными именно по физической форме, по взаимодействиям между собой, с очень яркими исполнителями. Мы встречаемся с Краснодаром, и тоже ничего не можем противопоставить именно вот доминацией своей. Мы встречаемся с ЦСКА, тоже очень сильной командой. Таковы причуды календаря. И сейчас, если мы следующие две игры с Сочи и с Балтикой проведем уже на своем уровне и обыграем команды более низкого класса, а и Сочи, и Балтики, безусловно, таковыми являются, то мы выйдем на ситуацию, когда у нас после 7 туров 12 очков, а дальше Оренбург, который тоже можно обыгрывать. Это уже 8 матчей и 15 очков, но это вполне себе достойные показатели. Это не борьба пока еще за чемпионство. Для борьбы за чемпионство нужно эту серию будет продлевать на победную серию на 6-7 матчей, и тогда мы уже выйдем реальные лидеры чемпионата. Но там уже будут и соперники посильнее, там уже и Зенит нужно будет обыграть, и Спартак нужно обыграть. Это все дела более дальние. Но вот сейчас перед нами стоит важная задача. Следующие два матча, которые у нас есть до перерыва на сборные, выиграть любыми методами, любыми способами, встав в оборону, играя на контр-атаках, или там Дзюба что-нибудь завалит. Матч с Сочи и матч с Балтикой должны оканчиваться для нас победой. Там еще будет матч с Ростовом, который тоже находится в плохой форме, его тоже нужно обыгрывать. Но это Кубок России, в которой у нас более-менее все и так в порядке. Если это случится, то за первый этап на самом деле можно будет поставить оценку 4, может быть, 4 с минусом в зависимости от ваших амбиций, но это точно не будет прям супер плохо. Если двух побед у нас здесь не будет, ни с Сочи или с Балтикой мы где-нибудь, допустим, осечку, проиграем, сыграем ничью, тогда это будет уже безусловно или двойка, или тройка, в зависимости от результатов. и нужно будет что-то кардинально менять именно в паузу на сборной. Пауза на сборной для нас сейчас очень нужна. Это возможность немножечко подкорректировать физическую форму, понять, что пошло не так. Это возможность, может быть, какие-то иные варианты в атаке проработать. Сейчас же Локомотив находится в ситуации, когда очень много матчей, и чаще всего приходится просто заниматься восстановлением, реабилитацией. Кто-то не может принимать участие в матчах. Сейчас просто не до серьезной тренировочной работы. Невозможно там, не знаю, схему с тремя центральными защитниками наиграть. Эта возможность у нас появится в паузе на сборную. Не знаю, будет ли ей пользоваться Галактионов, но сейчас просто не стоит ждать каких-то радикальных изменений. Сейчас просто нужно докатить до этой паузы. И, ну, честно говоря, у меня есть ощущение, что Локомотив делает маленькие-маленькие шажочки вперед, и игра с Краснодаром, особенно после пересмотра, а не во время прямого просмотра матча, для меня показывает, что эти шажочки Локомотив делает, и реально вот это вот, вот этот временной отрезок, в который Локомотив играет, отвратительно, он все меньше и меньше, и если с крыльями советов это были полчаса, то сейчас это 20 минут в начале второго тайма с Краснодаром, и то, по сути, Краснодар не стал этим пользоваться, забил только один гол. Спасибо за внимание, еще раз призываю приходить на прямые трансляции на ВКПлей Лайф, там есть и яркие эмоции, и разбор прямо после игры, подписывайтесь на Бусти, там мы и вместе матчи бывает, смотрим. Ну а на сегодня все, спасибо за внимание, пока. Субтитры сделал DimaTorzok